Ну что, поехали. У нас получается, можно сказать, что серия такая, да, то есть я некоторое время назад делал доклад по Tether-Driven Development, а вот теперь поехали Behavior-Driven Development. Разберемся, что это такое, когда это полезно. Ну, я расскажу свой опыт применения и немножечко опыт коллег, которых тоже поспрашивал, как у них это применяется. Так, ну, поехали. Итак, сегодня у нас вот в планах сегодня разобраться вообще, как устроен, точнее, откуда появился Behavior-Driven Development, зачем он нужен, какие преимущества он дает, посмотрим, какие фреймворки есть для разных языков программирования. И у нас будет такая coding session, где я покажу в процессе, как это работает, как это используется, и пощупаем это, можно сказать, руками. Вот. И потом будет сессия обсуждения, где можно обсудить как, ну, плюсы, минусы и разные другие вопросы. Давайте сначала познакомимся, разобнем руки. Кто циферка один разработчик? Поднимите руки, пожалуйста. Половину примерно, даже чуть больше. Кто из QA? О, больше. Половиночка была меньше половины. Так, и есть ли кто-нибудь из PMBA? Немножко есть, да? Ну, классно. На самом деле, это ко всем нам относится, ко всем перечисленным категориям, всем участникам проекта, поэтому, в общем-то, знать как минимум об этом надо, и когда это уместно, применять тоже стоит. Так, и давайте о самой технологии. Кто вообще не слышал, не знает, что такое BDD? Таких нету. Все читали описание, да? Так, кто только слышал, но никогда не применял. Большинство подавляющее. Пытался, но и вообще не пошло. Так, чуть-чуть есть несколько человек. Раньше применял, но сейчас нет. В каких-то проектах такие более-менее успешные применения были. И кто регулярно, прям вообще постоянно применяет и доволен, тоже есть. Ну, а что пришли? А, вы поделитесь опытным, как раз расскажете. Прекрасно. В общем, поехали. Значит, BDD – это такая штука, которая породилась проблемой коммуникации. То есть у нас есть разные участники проекта по разработке программного обеспечения, и они друг друга, ну, скажем так, не очень хорошо понимают. Вот, программист разговаривает, понимает, разговаривает на языке программирования, у него свои там вещи, соптичий язык, у тестеров свой язык, где они там проговорят про тест-кейсы, всякие кавериджи, там, бэкбоксы, у них там какие-то, что только не придумают. У аналитика там, у аналитика свои тоже термины, вот, а у заказчика совершенно другие термины, он живет, ну, в своем мире своего бизнеса, и получается, что нам для того, чтобы проект успешно реализовался, нужно вот все эти миры как-то объединить и сделать так, чтобы все друг друга понимали. Вот, и для этого нужен какой-то общий знаменатель. Вот, ну, казалось бы, общий знаменатель – это есть, это язык, да, натуральный язык, на котором, ну, человеческий язык, на котором разговаривают все участники этого проекта, как правило, это английский, ну, или если это в пределах одного региона, там, одной страны, то, соответственно, некий локальный язык. Вот, ну, практика показывает, что это не так. То есть это недостаточно удобное средство для коммуникации, потому что все равно бывает разночтение. То есть вот там известная картинка, да, как, к чему это приводит. Как хотели, кто как понял, что в результате получилось, а что было на самом деле в изначальных ожиданиях заказчика. Вот, поэтому умные люди сказали, давайте мы напишем такой, создадим такой язык, который будет понимать все участники проекта. Не только понимать, а мы его еще и будем применять для автоматизации этих всех требований. Вот, и придумали язык Геркин, или Гиркин. Вы как Геркин, да, читается? Поправьте меня с ним правильно. Геркин, да? Вот, он очень простой, то есть это очень близок к естественному языку, но немножко структурированный, да. То есть вот мы видим вверху у нас фича описывается, то есть это вот та вот фича, к которой относится вот данный файл, в котором это описывается. И фича состоит из нескольких сценариев, ну, или из одного или нескольких сценариев. В описании самого сценария описывается, что мы ожидаем, ну, что мы делаем, что мы ожидаем. А дальше в шагах описывается поведение, да, то есть у нас вот given это… Так, пойдем. А, вот так еще надо нажать, да? О, все. Given у нас исходное состояние системы. When — это то действие, которое делается с системой. А then — это результат, ожидаемый результат, который, ну, мы ожидаем. Соответственно, вот в таком формате, ну, там еще есть расширение, но это вот такая база, в которой описывается и вполне читаемо можно понять. Все, любой человек, который это читает, он понимает, что и как должно происходить. Вот, и придумали это дело. После этого, поскольку это структурированный язык, мы можем его запрограммировать, его выполнение, эти вот шаги. Для этого существуют BDD-фреймворки, которые мы сегодня рассмотрим. Ну и все, у нас все прекрасно работает, наши требования выполняются, то есть их можно протестировать, запустить, и они вот, ну, такими, получается, живыми, живая документация, как это называют еще иногда. Так, ну вот есть самый главный, основной в кремлоксе, с которого все это началось, это кукумбер. Ну, давайте посмотрим на рейтинг, с которой там есть. Вот здесь два сценария видно с шагами, соответственно. И вот основные ключевые слова, которые там используются. Ну, собственно, я это все вам проговорил. Rule это новое относительно, он далеко не везде поддерживается. Вот, и вот эти вот steps, шаги, их есть, ну, три основных равновидности, да, то, что было в начале given, то, что мы, то, что делается, действие, и дзената, ожидаемый результат. Вот, так возвращаемся обратно, поехали. Вот, и теперь мы давайте покодируем, посмотрим, как это все работает. Что мы будем делать? Ну, делать можно все, что угодно, да, то есть как это будет автоматизировано, как мы это будем кодом выполнять, эти шаги, это совершенно, ну, открытое пространство для действий. Вот, и мы в качестве примера будем делать автоматизацию тестирования для некого внешнего сайта. Вот, код будет в гитхабе лежать, можно будет потом позапускать, посмотреть и там использовать, если оно вам пригодится. Что мы будем делать? Использовать, мы будем использовать питон как самый лучший язык программирования, на мой взгляд. Вот, behave – это лучший BDD фреймворк на питоне. Там есть еще, ну, другие разновидности, но behave, он, скажем, по совокупности факторов получается лидирующим. Вот, selenium у нас будет использоваться как непосредственно для web automation. И в качестве ID у нас будет использоваться JetBrains ID Ultimate. Именно нужно или PyCharm Pro, или Ultimate, потому что BDD поддерживается только в платных версиях продуктов. Вот, и для примера, в Travis включим, через Travis включим в CI, да, в CI-PyPy, да, то есть у нас Continuous Integration, ну, в качестве примера, да, как это тоже можно делать. Вот, ну, поехали. Значит, вот наш проект. Расскажу сначала про структуру. Вот Features – это непосредственно каталог, в котором находятся Feature файлы. Feature файлы – это, собственно, те самые GELKIN файлы, которые вы уже видели. Собственно, это вот он и есть, тот же самый. Дальше они реализуются с Steps. Steps – это непосредственно шаги, их реализация. Вот они тоже здесь видны. Сейчас покажу вот один из степов. Вот, например, да, Given Step. То есть они мапятся через декораторы в питоне. И environment – это общий файл, в котором содержится, ну, код, который относится ко всем, ну, не к шагам, а, скажем так, к окружению. В данном случае у нас здесь нециализируется браузер, селением браузер, с которым мы дальше будем работать. Так, что еще не показал? Все показал, да? Ну, и в Travis мы потом еще посмотрим на конфигурацию Travis для того, чтобы это все тоже в нем работало. Так, дальше. По поводу настройки ID. Значит, у нас есть такая штука, как preferences. Вот. Там есть BDD. Здесь вот пишем BDD. Он у нас сразу же показывается. Здесь выбираем behave. Let us. Ну, это, в общем, тоже еще один фреймворк, который менее поддерживается и меньшее количество, ну, меньше реализует функционалом. Почему будем с behave работать? Вот мы его выбрали. И надо настроить, чтобы это все запускалось. Значит, edit configurations. И, собственно, все, да? Здесь ничего нету. То есть я просто add configuration. Здесь пишем behave. Он нам сразу же его подсказывает. И все. То есть он пустой, потому что мы запускаем, ну, просто по умолчанию все. То есть там можно какие-то параметры передавать. Нам это все сейчас не нужно. Мы будем запускать по умолчанию все фичи. Все есть. Так, ну, давайте теперь еще по поводу интеграции. Вот у нас есть фичи файл. И что здесь можно делать? Во-первых, он подсказывается. То есть мы можем здесь вот control tab, control пробел нажимаем, и он нам предлагает, например, написать еще один сценарий. Собственно, мы сейчас этим займемся чуть позже. Еще он подсказывать умеет реализацию шагов. То есть те шаги, которые уже реализованы, он их умеет подсказывать. Что еще здесь есть полезного? Можно переходить в control. Зажимая control, мышкой можно, соответственно, прыгнуть в реализацию соответствующего метода. Оп. И вот мы, собственно, декоратором описывается. И вот еще важны placeholder, да. То есть поскольку у нас надо передавать какую-то информацию в шаги, и чтобы не писать каждый раз заново, там, для всех случаев, вот, мы пишем возможность, мы имеем возможность передать в эту функцию параметры. Соответственно, это делается вот таким образом. Но это, ну, как сказать, framework specific такая вещь. То есть она зависит от фреймворка. В данном случае это реализуется именно таким образом. Вот. То есть task name — это название перемены, она попадает сюда, и дальше мы с ней уже работаем, делаем с ней то, что угодно, то, что нам нужно. Так. Что еще? Ну, и все, наверное. Дальше мы сейчас запустим, посмотрим, как это все выполняется, и расширим этот сценарий, дополнив еще одним, точнее, эту фичу, дополнив еще одним сценарием. Давайте запускаем, смотрим, что у нас здесь произойдет. Вот запускается браузер, вот, собственно, сам сайт, и мы видим результат выполнения тестов. Вот они все, точнее, шагов, все они зелененькие, да, то есть все шаги были выполнены. Здесь точно так же работает breakpoint, да, то есть мы можем запустить через дебаг, и, соответственно, отдебажить какой-то там степ, который нам непонятно как работает. То есть вот мы на нем оказались, можем здесь, соответственно, все, что нам нужно там делать, все возможности дебагинга у нас есть. Так, вопросы есть на данный момент? Тогда едем дальше. Едем непосредственно что-нибудь менять. Давайте напишем дополнительный сценарий. А, собственно, давайте посмотрим, как это все работает вживую, да, то мы уже не видели, что-то за сайтом такой, ну, точнее, некоторые, наверное, не видели, некоторые видели. В общем, туду им висит, это такая, как сказать-то, это сайт, на котором можно сравнить реализацию одного и того же функционала с помощью разных фронтен-фреймворков. Вот, мы здесь вот для React будем его проверять. Ну, на самом деле, можно и для других. Главное, чтобы они одинаково одинаково делали рендеринг элементов. Так, ну, и вот мы пишем там in-light, там он добавляется. Можно их помечать, они становятся выполненными, можно их обратно помечать, невыполненными они становятся, ну, и так далее. Если это сохраняется, то есть нажимаем их 5, они сохраняются. Ну, это в локальном сториде сохраняется в гаузере. И вот этот функционал мы тестируем. На данный момент у нас есть с вами тест, код, который тестирует то, что добавление нового элемента происходит так, как нужно. то есть мой пользователь открывает этот сайт, не видит вот такого таска, он его добавляет, и он появляется. Немножко посмотрим, как это реализовано, что здесь у нас делается. Ну, начнем, наверное, с environment. Да, с environment, потому что нужно понимать, как это работает. У Behave есть методы, которые позволяют включать какие-то внешние ресурсы в виде фекстур. То есть они помечаются от фекстуры. Те, кто с PyTest работали, они прекрасно знают, как работает фекстура. Здесь, ну, очень близко по аналогии у Behave с этой фекстурой работают. То есть в фекстуре создается браузер, инициализируется, вот yield, он, собственно, возвращается. Вот. И здесь дальше идет код, где он освобождается. То есть в данном случае браузер, осуществляется выход из браузера. Я добавил здесь слив для того, чтобы он не слишком быстро закрался, чтобы было видно, как он, что там было вообще в окошке. Вот. И есть методы before подчеркивания что-нибудь, в которых можно фекстуры добавлять. Ну, в частности. Здесь у нас сделано before фича, то есть это значит, что данная фикстура будет создаваться перед каждым фичи файлом. То есть мы сейчас напишем несколько сценариев, которые будут использоваться один и тот же, одну и ту же сессию браузера. Если мы хотим, мы можем записать before сценарио, и тогда для каждого сценария будет запускаться новая сессия, но это будет дольше времени занимать, и мы здесь этого делать не будем. У нас будет все в одной сессии. То есть, ну, нужно иметь в виду, что это может как-то влиять на тесты. Так, ну, все, хватит информации, поехали, что-нибудь напишем. В общем, мы будем писать сценарий, когда пользователь нажимает на кнопочку отметить, как выполнен, так, что у нас гивен мы возьмем отсюда, потому что этот шаг полностью идентичен, он открывает сайт, он добавляет это тоже, только мы это вставляем в гивен, то есть здесь было как действие, а здесь у нас уже это как исходные данные, то есть, что это создан. Причем, да, обратите внимание, вот когда у нас декоратор степ используется, он подходит к любому степу, его можно хоть в гивен, хоть в вен, хоть в вен, куда угодно вставлять. А если он с конкретным именем, например, как вот здесь вот, в гивен, да, то он подставляться будет только в раздел гивен. Ну, это так удобно для разделения. Вот. Так, он добавляет task, давайте мы его как ни по-другому назовем, to complete. И так, чуть еще углубимся в то, как, собственно, проверяется, что у нас появился новый task. но это уже как бы к BDD это отношение не имеет, но к web automation очень даже имеет. Вот здесь есть методы find tasks, tasks. Каким это работает? Каким образом? Это работает через XPath, то есть у браузера есть разные функции поиска элементов с помощью разных методов. ну, XPath он такой один из самых универсальных. Собственно, в нем происходит поиск вот всех task, поиск какой-то конкретной task. и вот нас нас будет интересовать вот этот вот метод, когда в рамках одной task будет находиться вот этот input. Чтобы было понятнее, нажмем 12, нажмем inspect, вот мы попали вот на эту task. Вот, то есть вот это вот список task в to-do list, он у нас здесь присутствует, вот он, ul, класс to-do list. И внутри каждой task нас будет интересовать вот этот вот input, который имеет класс toggle, и через который, собственно, нажимая на который, видите, меняется состояние, оно отражается в ли элементе, в доме, то есть мы видим, где оно отображается. Соответственно, мы будем проверять, что он пометился как комплект. И вот эту штуку мы сейчас с вами должны реализовать по-быстрому. он создал task, после этого он клик checkbox before task и соответственно вот эту task to complete. linear task before task. В общем, как-то так. И ожидаем then task to complete is complete to complete вот. Идея нам любезно подсвечивает их, подсказывает, что они не реализованы, не нашла для них имплементации. Вот мы его сейчас создадим. Так, create step definition. А, кстати, вот, что я вам не рассказал, что все это дело, оно работает и с командой, естественно, тоже. То есть, если вы не пользуетесь PyCharm почему-то вдруг или идеей, то вы можете то же самое реализовать в command line. Так, что я здесь сделал? Я здесь создал virtual environment. Вот у нас здесь есть requirements txt, соответственно, они туда все включены. Behave, да, вот этот наш Behave. Селениум включен, Behave. PyTest. Зачем, он может быть и не нужен. Вот, и, соответственно, у нас есть Behave скрипт, запуская который мы, соответственно, пригоняем все шаги. Вот точно так же запускается браузер. То есть, в home-online все это прекрасно отрабатывает. Точно так же. Ну, за тем исключением, что у нас второй сценарий не выполнился, потому что у нас не реализованы шаги. И вот, кстати, он даже подсказывает, каким образом их можно реализовать. То есть, можно скопировать, вставить его туда, и прекрасно все сработает. Ну, у нас этим же самым занимается идея, create step definition. Мы выбираем существующий файл, в котором она будет создана. вот, продумка, к сожалению, его не открывает. Вот, по контрл-клику мы туда переходим. Что нам здесь надо сделать? Нам нужно здесь placeholder написать, потому что мы в дальнейшем возможно будем это использовать. Task name. Так, вот, и, соответственно, что нам теперь нужно реализовать эту штуку? Каким образом? А сначала нужно найти эту таску по имени, это мы уже умеем делать. Так, и checkbox, это у нас получается find, get complete control for task li get complete control for task task li так, checkbox это у нас web элемент, и у него есть такая штука как клик. Браузер может на него кликнуть и пометить его как выполненный. Ну, в смысле реализация выполненный. Так, вроде как все. Можно даже потестить это таким образом. Можно вот сюда вот так вот нажать, здесь делать вот так. так вот. Мы остановились, да, что-то у нас не то, что-то не то, пометилась почему-то не та таска. Должна быть вот эта. Да, что могло пойти не так? так смотрим. А? Точку вот здесь поставить? Попробуем. Не, не, помогу. Кто экспо знает еще. Вообще странно, потому что мы ищем именно внутри вот этого нашего элемента. Давайте здесь потестим. Мы не будем слишком много времени, если не заработает, то потом разберемся. пойдемте посмотрим, что у нас здесь. Так, у нас есть task ли, ну, покажи, не хочешь нам показывать его, так, ну, давай. Так, alt-shift 8, давайте посмотрим, что-то здесь пришло. А, my first task, так здесь неправильная таска пришла. Здесь, скорее всего, даже все правильно было. А почему таска неправильная? Так, клик, checkbox, task, task name, task name, task name. Клик, checkbox, task complete. Он запускает первый, конечно, становится сначала. Да, но мы же кликаем только на вторую таску. Вот сюда мы кликаем. Да, что может потянуть так, как давай кодинг происходит? Так, что у нас есть? Вот у нас обе таски созданы. У нас сейчас одна, вторая. Так, task name у нас какой сейчас? Two complete. Так, теперь сам task смотрим, что там у нас. давай. Опа. А вот здесь неправильно, да? Вот здесь ошибка-то. Вот здесь где-то ошибка. То есть мы среди тасков ищем. Может, здесь точки не хватает. Вот здесь похоже. где-то все поломалось. Не, что-то не так. Коллеги, наверное, наверное, мы не будем сейчас разбираться слишком долго, чтобы не кратить вашего времени. Я потом разберусь и зафикшу в коде. А сейчас пока что будем довольствоваться тем, что у нас есть неправильно работающие. да, точка не работает. Ну, зато мы сейчас с помощью следующего теста сможем убедиться в том, что она у нас не пранес работала. Так, вот мы кликнули на чекбокс и нам теперь нужно удостовериться, что элемент, который у нас был вот этот ли элемент, что у него появился вот этот появился класс completed. Для этого нам нужно реализовать соответствующий степ в том же файле. переходим туда же. Так, здесь у нас то же самое сделаем. task name task name так, сейчас это стираем, точно так же находим task p о, кстати, я придумал, можно же сделать зачем нам вот это? Ну, вот это вот не надо получается, можно просто браузер браузер, 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 так, фонд label, собственно, мы его можем просто ритул не сделать, ритул, даже можем так просто ритул не сделать, ладно, пускай, может, подебажить, фонд ли, да, у нас получается, шрифта в шесть, фонд ли, так, ну-ка, или давайте мы просто делаем пас, пока что временно, если зафиксится, будет здорово. Не, что-то хуже все стало. Да. unable to locate элемент имени my first task, но она действительно не создана, почему она не создана? Не, ну, по-моему, он проверяет наличие. Не, а ее там нету, а почему ее нету-то? Она же должна появляться в результате нашего шага. Она проверяет наличие и падает до того. на предыдущем шаге получается, да? Да, именно здесь. здесь, к сожалению, а, тоже увеличивается. А, просто заврапить нужно, да, здесь получается. There are no. Нам нужно try, да, здесь написать? Try. здесь accept no suchElementException, commonException. Так, и у нас, соответственно, это у нас просто return делаем, а здесь мы делаем тогда, там, raise что-нибудь там, кост какой-то exception. Да? Потому что если у нас есть, если мы его нашли, то мы попадем сюда и, соответственно, только все равно отмечается с текстом, чтобы внутри лейбла, внутри этого таска был лейбл с текстом, с таким, да, так, ну а что у нас здесь? Давайте проверим, можем такую проверку сделать. Находим по имени и нам нужно проверить, что у него есть атрибут соответствующий, getAttribute, какой там атрибут у него был, классCompleted, да, и вот эта таска у нас сейчас должен не пройти, потому что он идет все тоже. А, идет все тоже? А, ладно, значит, у нас безошибочный кот прекрасно. нет, но здесь-то он находит правильный. зовется мне, что все-таки вот эта точка может быть не помогло. ну, короче, здесь рыбу заворачивали, коллеги, потом разберемся. Как бы нам сделать так, чтобы теста проходил? нам же надо, я хочу показать вам, как это все, что это будет работать. Ну, давайте вот так вот сделаем. Вот, видите, у нас все прекрасно работает. почти. Так, давайте в командлане тоже запустим, посмотрим. Так, две секунды, закончился. Все, сработало. Так, и давайте по поводу Трэвиса. Ну, Трэвис это такой CI-тул. Так, а давайте дальше посмотрим, что у нас здесь. Шаги, навигация, это я показал, Бихеев показал, сегодня снарилизовали, почти что. Общие шаги в бэкграунд еще не вынесли. Давайте вынесем, да, сначала это сделаем. Есть еще такая штука у фичу файлов, можно общей части сценариев, вот у нас, как минимум, открытие страницы сайта, общие, поэтому их можно вынести в бэкграунд, так называемый, который будет выполняться перед каждым тестом. Соответственно, вот это мы убираем. Только здесь нам тогда нужно заберенить на given. Вот, и в принципе тоже все осталось считаемым, да, то есть у нас бэкграунд, то, что происходит перед каждым сценарием, и внутри сценария уже специфичны для него шаги. Так, ну и сейчас уж точно все должен сработать. да, ну и все осталось работающим. Так, и для Трэвиса, значит, у нас есть непосредственно описание, трэвис, юмэйл файл, что здесь важно. У нас для инсталляции, для установки используется pip, pip install requirements, да, в котором устанавливаются все необходимые зависимости, и вот эти вот штучки, которые нужны для работы Selenium. Что здесь, что здесь, что? Addons, это непосредственно от Трэвиса есть addons, которые он может устанавливать для нас, вот, в частности Firefox. В перемен окружении мы устанавливаем, чтобы он был headless, поскольку у него нету дисплея, ему некуда пока отображать контент. Вот, и вот это, вот эти шаги еще дополнительные нужно устанавливать Gecko Driver. Это, собственно, драйвер, который используется Selenium для общения непосредственно с самим Firefox. Вот эти шаги тоже выполняются, и непосредственно запускается наш Behave, да, скрипт Behave. Таким образом, это все заключается в pipeline. Давайте закоммитим. А, сначала откроем его, посмотрим. так, вот она наша, наш репозиторий, пушим в него изменения, и они сейчас должны подхватиться и собраться. Это предыдущий, там, когда я готовился, написал. Так, они тоже запушились? Вроде да. Нет, это уже выполненный. Два часа назад. А, вот это? Конечно же он. Странно, он здесь, должен перекрыть его. Да, running. Так, всякая системная штука которая нам не важна. Вот показывает, что он там имеет. Вот он устанавливает додон, о котором мы его просили, то бишь Firefox. а вот его же бихеев пошел наш. Так, ну все, сработало, у нас был зелененький. за исключением там, вот этого нашего небольшого бага. Все, прошло так, как нужно. все, по-моему, здесь все. Background сделали, сделали, ну и всякие детали, поехали, рассказывай. по поводу того, кто пишет тесты, это очень хороший вопрос, фичи файлы, потому что тесты надо писать, ну, точнее, не тесты, а фичи файлы, нужно писать осознанно, понимая, для чего они, как они дальше будут использоваться. Вот я с коллегами общался, и вот коллега поделась, как у них это реализовано, то есть у них в тикет-системе создаются тикеты на создание фичи файла для соответствующей фичи, кто-то ее берет на себя и делает как бы драфт для, показывает его, и, соответственно, там через код-ревью можно, обсуждая этот файл, который попадает в систему контроля версии, ее, соответственно, там обсудить, подкорректировать и сделать ее самым правильным способом. Что еще здесь важно? Важно в то, чтобы, одно и то же на человеческом языке можно одно и то же действие описать разными способами, а у нас степы, они достаточно четко должны быть, соответствовать. Поэтому правильно будет, если тот, кто реализует фичу, он, соответственно, ее мог подредактировать и ставить там правильный степ. В этом, конечно же, поможет то, что существующие уже реализованные степы, они у нас здесь есть, да, то есть он их подсказывает и можно исправить. Вот, и это обязательно должен быть человек, который близок к предметной области на высоком уровне может объяснить, какое ожидаемое поведение нашего приложения мы хотим видеть. вот, ну и, собственно, сами шаги реализуются непосредственно уже, конечно же, программистом или это может быть тестер-автоматизатор в зависимости от процесса, который там построен в этом проекте. Что еще? По поводу фреймворков, их довольно много, вот на кукумбер IO есть их список, вот наш Behave, который мы здесь использовали, очень много для Java разных есть, там нативные и так далее, и так далее, и так далее, для Kotlin есть, для C++, для Go, где-то здесь видео, вот Go, GoDog, для Ruby, для ULA, в общем, довольно много и вот в конце есть неподдерживаемые, и, конечно, гораздо больше здесь написано, в общем, все это есть, они должны, ну, все один с гиркин файлами успешно работать, так, что еще здесь полезного есть, собственно, все, дальше, какие есть еще дополнительные штуки, которые полезны и удобны, есть таблички, удобно, когда есть возможность в Step передать табличные данные, там, например, там, какие-то модели создать, там, базу чем-то заполнить, то есть, это можно делать через, можно, конечно, зашить, закодировать, а можно передавать в фичи-файлах, ну, и там, соответственно, есть, у контекста есть метод, который вызывает, позволяет их получить эти таблички, а контекст, я вам не рассказал, контекст это то, вот видите, у каждого шага есть контекст, этот контекст передается по всему, по всему сценарию, соответственно, в этот контекст можно что-нибудь сохранить, а в другом шаге можно это получить, соответственно, таким образом реализуется механизм взаимодействия между шагами, и, в частности, брал, у нас тоже хранится в контексте, да, то есть, мы его в environment сохранили в контекст, вот он, контекст браузер, и, соответственно, потом мы им пользуемся, вот, контекст.браузер, мы его получили, и с ним дальше уже работаем, вот, что еще полезно, браунт мы с вами разобрали, да, то есть, это общая часть, которая, вы поняли, для всех сценариев, теги, тоже очень полезная фишка, которая позволяет помечать фичи, и точнее, и фичи, и сценарии, можно помечать разными тегами, соответственно, там, ну, например, в начале процесса разработки создали фичи файл, наполнили его ожиданием, и потом постепенно начинается его реализация, соответственно, можно тегами помечать те готовые уже выполненные сценарии, и, соответственно, они будут включаться в pipeline, тестироваться, и так далее, вот, а у которых нет этого тега, они не будут пока что включаться, соответственно, хранится, будет просто храниться, ждать своего часа, так, ну, соответственно, по тегам можно вызывать, там, фильтровать, и так далее, так, сценарий outline, вот этой штучкой я не пользовался, в чем здесь фишка, фишка в том, что создается шаблон сценария, и потом этому шаблону даются разные наборы данных, и они поставляются, то есть, видите, старт, соответственно, поставляется старт, сюда что-то и поставляется, и потом в разные степы поставляются разные данные, и они должны как-то, соответствовать, соответственно, выполняться. Что еще есть полезного? А, локализации есть, то есть, все это дело, оно, то есть, гиркинфайлы, их можно писать на любом языке, здесь вот какой-то, вот, пожалуйста, надо на норвежском, вот, я не пробовала, но вот может, то есть, там прописывается это дело, ну, в Бехееве, например, это прописывается или через конфигурацию, вот здесь вот есть, да, лэнг, можно прописать, либо можно при вызове Behave минус-минус лэнг ру написать, и он, он заругается, говорит, что не нашел фичи, потому что они, не фичи, а как-то на по-другому, по-русски называть, я не знаю как, короче, если у вас локальный проект, то, конечно, надо писать на локальном языке, а, и в самом фичи файлы тоже можно писать на каком языке, вначале этого файла можно писать на каком языке он реализован, так, ну, это мы с вами уже все прошли, да, получается, что это все в процесс включается, у нас есть отдельный процесс, в котором наполняются фичи, документы, потом я не реализуются, они включены в CI pipeline, и, соответственно, они все поддерживаются и развиваются во время развития проекта. плюсы-минусы. Так, ну, что тут все, все друг друга понимают, все могут их прочесть, они автоматизированы, то есть они, они, это все как бы встроено, получается, что к требованию они встроены, как бы получается, в проект, в код. Вот, и они проверяются каждый раз. Удобно. Так, что еще тут? Автотесты. Требований, требований кода в одном месте, все это слитно и так далее, да, понятно. Минусы. Это, безусловно, новый уровень абстракции, да, то есть мы, помимо того, как мы до этого описывали систему, мы еще должны ее описать теперь вот таким еще образом, да, то есть это нужно, ну, например, если вы один работаете над проектом, то, может быть, и не надо вам этого делать. Если у вас нет, у вас нет проблем коммуникации с самим собой, то он, может быть, даже это вам не нужна эта технология. ну, надо поддерживать, обновлять, это, понятное дело, да, чтобы это все было в живом состоянии. Вот, ну, и то, что мы говорили, да, одно и то же поведение, можно же описать разными словами, нужно, либо это, в общем, либо в процессе редактирования фичи файлов, либо в процессе разработки нужно знать, что, да, это, ну, мы говорим, что, там, пользователь открывает такую-то страницу именно таким образом, и она, соответственно, во всех шагах будет реализована. Сравнение с другими технологиями, всякими ДД. Вообще, я сколько читал, всегда считается, что behavior driven development это некое расширение от test driven development, который мы с вами, там, я рассказывал в предыдущем своем докладе, я так не считаю, мне кажется, это совершенно разное, ну, как бы, не совершенно разное, они могут дополнять друг друга, но они не связаны в принципе никак, потому что behavior driven, то есть мы описываем поведение, ну, и с помощью этого мы развиваем систему, ну, да, наверное, можно сказать, что это расширение test driven, вот, а test driven development, мы просто, разработчик пишет через тесты, то есть это, можно сказать, что, ну, я бы так сказал, что behavior, это близко к test driven, когда мы идем по технологии сверху вниз, то есть мы когда реализуем фичу с высоковровневых тестов, это, да, можно сказать, что это близко, но сколько я и по себе, и сколько я общался и читал, что если это заставлять программиста, который пишет test driven development, писать через behavior driven development, это плохая идея, это всегда, ну, я не видел еще случаи, когда это сработало, вот, а по поводу acceptance test driven development, да, это вполне acceptance test, да, что приемочные тесты, да, их вполне можно писать через BDD, реализовывать, и они таким образом будут встроены в процесс всего этого дела. Давайте пообсуждаем, задавайте вопросы, высказывайте свои комментарии, у нас вот, наверное, есть микрофон, по-моему, вот этот, раз, 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 кому? Нет вопросов, да? Ладно, подумайте немножко. Ну, хорошо, давайте тогда просто в залах говорите, я буду дублировать. Про плюсы и минусы согласны с тем, что я написал? Есть что-то добавить или убавить? Ну, да. ее надо поддерживать и обновлять, в этом? Согласен. Да, нужно обновлять любой тест. Если он не встроен в SIE pipeline, то есть, если это не встроено в итерацию, в каждую итерацию, то это тоже плохо, потому что ручные запуски не выручат нас. Вот. Использоваться можно вообще для всего чего угодно, то есть, мы рассмотрели просто пример, когда это используют для тестирования веб-сайтов, автоматизированные тестирования. Вообще, как и что будет реализовано внутри степов, это кому угодно. Вот. Такая интересная штука, и она во многих проектах реально используется. я в двух крупных проектах за последний год был, и она везде и там, и там используется. И там, и там для интервейшнл тестирования. Вот. Еще в документации кукунберы, к тому же, почему-то говорил, что типа, ну, не тестируйте юзер-интерфейс, тестируйте API через такие вещи. Ну, не знаю, почему юзер-интерфейс не потестирую, то есть, что у нас кнопочки нажимаются, что они вызывают соответствующие действия. Мне кажется, это очень даже в плане подходит. Но, естественно, не ограничивается только такими вещами. Да? Да. Ну, да, в моей практике. Значит, в одном проекте это писали те, тот разработчик, который взял на себя эту таску. То есть, у нас есть, он писал, он же имплементировал, да. А во втором проекте есть отдельные тест-automation QA, которые занимаются именно этим. То есть, разработчики непосредственно с этим не работают. Получается, что это acceptance-driven development, да, получается так. Вот, оно включается в регулярное, ну, по расписанию запускаемое тестирование автоматическое. да, да, там сзади. Если получается разработчик пишет эти первые да, то есть, получается, это нарушение на всей системы, это начинаем с одной стороны. Да, вопрос в том, что если это пишет сам разработчик, не является ли это нарушением всей этой устроенной системы. Ну, я в целом с вами согласен, что в большинстве случаев это не совсем правильно, если пишет разработчик, который реализует код, это и демотивирует разработчика, то есть чаще, мне кажется, ты должен писать тот, кто имеет с другой стороны, да, то есть, как бы, другой point of view имеет, да, то есть, с стороны тестеров, да, который смотрит, а что там могло бы было быть здесь неправильно, или со стороны там бизнес-аналитика или кто там реализует эту роль в проекте, который знает какие требования, ну, поэтому, да, мне кажется, ваш, ваш комментарий правильный, да? Да-да-да, да, Валития. Комментарии, да. А кто революрирует написанные вот эти геркины? То есть, чисто текстовое описание. Ой, этот же разработчик или все-таки какие-то революрирует? ревью, конечно же, делают другие члены команды, причем даже других ролей, то есть, если разработчик другого разработчика ревьюит по поводу геркинфайл, это, ну, мне кажется, совсем неправильно, да, то есть, это должно быть ревью, даже правильнее если он встроен, если несколько требований, чтобы и там и бизнес-аналитик, и QA посмотрел и по ревью, геркинфайл. Да, да, это применяется, да, применяется регулярно, постоянно. Это крупные проекты, которые имеют долгий срок жизни, реализуются, и, да, это востребовано. и когда я коллега поспрашивал, говорят, что вот у некоторых прямо этому, есть случаи, когда это прямо, ну, педалируется, что вот это обязательно нужно применять. Другой случай, когда коллега рассказал, что это не очень нравилось сначала программистам, что, ну, то есть, там заказчик был вообще против тестов. Вот так вот, начнем с того. Заказчик был против тестов, и они внедрили, где-то там, писал, вот этот вот, Spock Framework. Интересно, такая штука, где прямо это прямо внутри самого Гурули, скрипта встроено. И сначала, говорит, было очень непривычно и непонятно, как это, ну, зачем, что, а потом, когда, там была, короче, такая довольно сложная система, которая внутри, из многих компонентов состояла, и ее, ну, такая комплексная была, которую, там где-нибудь ткнешь, оно в другом месте что-нибудь, ну, как-то, отдача какая-то произойдет, вот, и поскольку они эти тесты сами для себя писали, то они сами для себя обезопасны, ну, делали безопасное развитие этого всего дела. Заказчик даже не знал, то есть, они просто накидывали заранее, что, когда делали стимейшн, они накидывали там один-два дня на то, что это будут тесты, вот, и просто это использовали, потому что это позволяло в долгосрочной перспективе более качественно, делать деливери для заказчика, то даже не бы в курсе был коти, в принципе, этого всего дела, то есть, мы даже до таких случаев бывает доходит, вот, ну, в общем, наверное, есть что добавить? А я что-то не видел прямо вот, чтобы консорсное видение было. Надо, наверное, полистать на этих сайтах, этих самих проектов. На самом, конечно, кукомбик, то есть, он как такой флагман, я думаю, что вот здесь надо поискать. поэтому мой ответ, я не знаю, да, то есть, сейчас не будете заниматься, но в общем, я думаю, что есть какие-то, но мне такие неизвестны. Вопрос такой, какие-то, насколько сложные кейсы можно реализовать с помощью Acceptance Test Driven. Но это нужно смотреть от инструментария, то есть, то, что, в данном случае, например, мы используем Selenium, да, то есть, то, что у него внутри есть, какие возможности есть, то те возможности, ну, настолько детально мы можем реализовать этот, какой угодно, но если это у вас, ну, да, это гранулярность этого всего процесса, она, естественно, регулируется, ну, тем, кто разрабатывает систему, то есть, если это, ну, интеграционные тесты, то, да, наверное, там какой-то один степ может реализовать какой-то очень большой функционал, там, включающий в себя несколько разных вызовов, там, каких-то систем взаимодействия с ними, это уже зависит от, ну, требований конкретного проекта. Главное, чтобы это можно было писать человеческим языком, есть же такая фишка, что правильно сформулированный вопрос, это уже половина ответа, да, здесь получается, что правильно сформулированный тест, фича, фича файл, это уже наполовину готова реализоваться до того, как это должно быть сделано. Ну, насколько вы находите нужным, надо быть реализовывать все 50. Background там был. А, таблицы. Outline? Да, Outline. Общие элементы выделить. background позволяет общие элементы выделить, вот они у нас здесь были сделаны, вынесены, один общий элемент, вот это вот. Background не при кондиционе, а Outline, он позволяет повторять измечать а? да, однотипные данные, когда используют однотипные данные, это можно через background outline и examples. Я, честно, как я их не применял, то есть, в моей практике не нужно быть. Но я это сделала как пример, это не то, что я, то, мой опыт я рассказал, опыт моих коллег, с которыми я тоже пообщаться успел, я вам тоже передал. Вот, нет, что вообще востребованы, она вот, ну, в мире automation, она вполне себе заняла прочное место, и если у вас есть скилл в этом, пункт, в резюме такой точно лишний не будет. Да, говорите. Какие вопросы допускаются какой-то типа иерархии фичи файлов, чтобы мы, допустим, смотрели какой-то большой до более неглобальный функционал, а в нем еще какие-то фичи файлы, по которым мы уже проходились. Если это действительно очень сложная система, и там много таких более глобальных функционалов, и мы могли бы опускаться, определяя, насколько глубоко, насколько подобно мы хотим рассмотреть какой-то функционал. Ну, это вот, на самих фичи файлах этого не делать, они плоские. А вот внутри реализации самих степов там есть возможность делать вызовы других степов, то есть там это, по-моему, делается через контекст, run, ой, а, у нас здесь даже не этот самый. Ну, в общем, там есть возможность вызывать другие степы и передавать им даже параметры какие-то определенные, то есть, да, это можно делать в рамках уже реализации самих тестов. Ну, а сами вот фичи файлы, они намеренно сделаны вот такими простыми, без сложнозависимости. это, ну, часто пеняется им что-то, они такие неудобные в чем-то. Ну, вот, они такие, какие есть. И, ну, мне кажется, это правильно, что они ограничивают сложность восприятия. То есть, я читаю этот файл, знаю, что все здесь, все, что вот требуется, оно все здесь. это же здесь, это мне сейчас удобно сюда перейти и посмотреть, как там это все реализовано. А если это не напечатанный файл или просто заказчик его читает даже там в письме, например. Я, кстати, слышал пример, когда, еще одного коллеги, когда заказчик, потом уже сам заказчик научился писать, близкий очень к фиче файлам, то есть, он писал требования, очень близкие, их требовалось там минимальными изменениями подредактировать уже и можно было их использовать уже в том, и причем, что чем больше у вас этот процесс, чем чаще повторяется, потом уже формируется некое ядро тех реквестов, которые, ну, тех степов, которые требуется выполнять, и потом уже даже при разработке новых фич, даже не требуется их, фичи файлов, не требуется их реализация, потому что оно уже все есть, то есть, все, что нужно, базово, они уже есть. И потом это все становится все более и более простым в эксплуатации. Вот, ну, это получается, что длина проекта с длинным циклом жизни, которые там не на две недели, не на год делаются, а имеют многолетнюю историю. Планируется надолго. Есть еще кого-что добавить? Да. Если у вас встречаться с какими-то рекомендациями по формализации конструкции самих предложений на данный момент, последнее, с чем пришлось попутать, это рекомендации использования прошедшего времени для given, настоящего для when и будущего для them. Понимание отличается здесь вот так. Но это именно как рекомендация. А вот у меня я тоже не видел таких вещей, но смотрите, у нас вот, например, был с вами кейс, очень интересный, когда мы вот использовали юзер add task, мы использовали и when, когда мы тестировали именно непосредственно функциональность добавления task, и мы его использовали в given, потому что он у нас является исходным шагом для следующего шага, где уже происходится какие-то действия с этой таской. Вот, и получается, что если мы здесь его юзер has, например, task, то есть тогда мы его не сможем использовать в другом степе. Вот, ну, то есть еще раз это надо, чтобы было удобно всем участникам конкретного проекта. Мне кажется, из этого надо исходить. Из этого требования. Самое основное. Еще что-нибудь кто-нибудь хочет добавить? Все, да? Ладно, коллеги, большое спасибо, мне было приятно с вами поделиться. Если есть какие-то вопросы, пишите, рассказывайте. Код я вам сказал, да, где сейчас еще раз покажу в гитхабе на вот здесь вот bestchanges, bdd, python. Стоп. Вот так вот. Все, все, все будет там. Разберусь сейчас с этой багой. Вот, или по реквесту сделайте, в который вьюторе добавляйтесь. Запустим проект. Ну, что, ну, поругайте кто-нибудь, скажите, что это плохая штука. Протезда Ливен говори, вот, пожалуйста, плохая штука, ужасно неудобно. Ну, в общем, каждому, каждому, скажем так, инструментом к месту, да, не надо его использовать везде. Да, да. Когда разработчик сам из себя пишет, это делать, потом его демонтируют, иногда их пользуются тестеры, это, но только часть назначения вот этого всего процесса. Вот. Это налаживание коммуникации. Самая главная цель менеджера, которые могут описывать простые эти слова, требования, и эти требования могут с него переработать. Если этого не происходит, то это половичная штука. ну, в общем, инструмент есть, пользуйтесь по желанию, по назначению, просто знайте, что он есть, например, когда-нибудь пригодится. Ладно, коллеги, закругляемся. Всем спасибо большое. Всего доброго. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо. Спасибо.